Nissan Intelligent Club Это проект, который представляет для себя викторину на футбольную тему и на автомобильную тему Со Спартаком по-другому не бывает Вот ты там ремонт что-то делаешь? У меня плитка Какая плитка? У меня положена плитка Плиточка у всех, да? У меня черная плитка, да Давайте я пошел, и вы без меня проезжаете Я с число... Или оплати интернет уже нормально Я понимаю, что вы топ-уровень Ногти не грызи Кстати, про X-Trail обычно есть крыша, а тут без крыши очень необычно Вот это было неплохо Всем привет, друзья Nissan представляет интеллектуальное состязание В котором, наконец, сойдутся Спартак и Зенит И сегодня у нас Андрей Ещенко и Артек Мребров Против Михаила Киржакова и Александра Ерохина В рамках Nissan Intelligent Club Привет, Набель А можно вопросик один? Давай Это же интеллектуальное шоу? Да, интеллектуальное А при чем с Андреем Ещенко мне просто вопросы были? Ну как? Я предлагаю нам вдвоем с тобой выйти, а по следующему сказать Ироха и Дед пускай будут Андрей, какой настрой вообще? Расскажи, как проводишь карантин и вообще Насколько готов к сегодняшнему состязанию? Что, готовиться надо больше? Да, нет, да, нет, все Все в хорошем настроении Хотя, очевидно, наверное, что все очень скучаете по футбольному полю, по мячу Нет, вратарям-то что? Они и дома могут просто артестинку мяч подбить А нам надо пасики в разрезики А тебе зачем мяч вообще? Честно говоря, я патрибунок бью Я рад, что настроение у всех боевое А я расскажу непосредственно о нашем Nissan Intelligent Club Это проект, который представляет из себя викторию на футбольную тему и на автомобильную тему Я уверен, что у вас у всех есть автомобили, что вы все разбираетесь в автомобилях Это раунд-разминка в формате игры «Столько одному» Не «Поле чудес», «Столько одному» Да, первый раунд как «Столько одному» У меня где-то отвечать будет, я буду просто закомплять Саша, если ты ответственность берешь Сектора приза нет Сектора приза нет Сектора приза нет, есть только сектор «Шанс» И этот шанс сейчас предоставляется команде «Зенит» Итак, что тренер берет с собой на мяч? Галстук Нет, к сожалению, такого варианта нет Вторая попытка, вторая попытка, еще одна попытка Юрок, давай, какой вариант? Свисток Все рядом, и галстук рядом, и свисток рядом, но нет Пиджак Есть такой ответ, и вам одну очко Секундомер И это правильно, тоже одну очко, тоже одну очко Телефон будет Ну телефон, ну телефон, ну это неправильный ответ Айпад Все правильно, все правильно, планшет, айпад, все правильно Ну давай команду Команду берет? Да Ну нет, к сожалению, у команды нет такого ответа А че еще ходят? Очки Это ответ аж на два очка Аж на два очка А ты че еще очки-то? А ты че очки-то? А ты че очки? Мне просто интересно Очки Ответ такой есть, поэтому да, Спартак такой делает серьезный Серьезный рывок Ещет играть сегодня будем ещет, а? Или я один вытаскиваю тебя опять еще буду, а? Я тебе подсказки делаю Миш, Саш, давайте Тренер, это же нервная работа, правильно? Да, ну валерьянку, валерьянку, я хотел сказать валерьянку Ну и это можно отпустить Ответу как успокоительное Правильно Успокоительное У нас еще стало 4-3 Просто административный ресурс Да, да, да Кабинеты, кабинеты пошли Какие еще варианты? Ну ручку берет с собой, наверное Ручку записывайте Ручку Ручку У картавычи Андрей Люди, которые, я не знаю Ну там, вот говорят Юрий Павлович Семин Он прям в одно время ходил только в какой-то шапке В какой-то кепке Талисман Нет, талисман, как оно еще называется Так, как выполняют Артем или Андрей Ваш вариант Я уже максимум все, что мог Объяснил вам Я бы талисман Ну Павлович, у него петушок этот был, понятно Ну давай талисман Просто я думал по-другому как-то он называет Давай, делай Талисман Да И это правильный ответ Но на одну очко Спасибо, Нобель Сейчас немножко административный ресурс в нашу спорту Да, да, да Я максимально нейтрален Итак, что водитель делает в пробке? На носу ковыряется Ваш вариант, Спартак Смотрит телефон Проще отвечать Я принимаю этот ответ Смотрит телефон, соцсети Саш, Миш, ваш вариант Зенит Стоит Стоит Ну водитель в пробке стоит Не могу принять Давайте еще один вариант Ругается Керш, хорош, да Хотел этот Ленту Интеллектуально отличиться Правильно Ругается 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 на других водителей Ответ принят Тоже на одну очко Тоже на одну очко Ответ Дальше Музыку слушает Отличный ответ Ответ на одну очко Слушает радио Музыку Все логично Ответ принят Не знаю Разговаривать по телефону Давай Да Отлично Отличный Отличный Ответ Тоже на одну очко Нобель Сиди Братарии пошли Один стоит Другой сидит Ребят Сейчас я прошу У нас Серьезно игра Сейчас давай Чуть-чуть Возьмем другой уровень Кто там отвечал На эти вопросы Давай вопросом думать Хоть ты там ремонт что делаешь Или убираешь квартиру У меня батарейка садится Артон Пока Андрей занят В поиском зарядки Твой вариант Есть Какие варианты еще Поет И это правильный ответ На два очка Красава Красава Правильно поет Кто же тебя поет Может петь Зенит Миш Саш Водители Водители бывают разные Правильно Водители же не только мужчины Правда А Ну Красится Да Это правильный ответ На два очка Конечно Любая девушка За рулем Робки красится У нас супер Получился раунд Разминка Ваши эмоции Какие Я в шоке от Андрея То что он два очка В последнем набрал Я просто шокировал Саш Как твоя конкуренция От Спартака Ожидал такой Отчаянной Борьбы Ну это же Это же только разминка была Как по-другому Со Спартаком По-другому Не бывает А как Разминка со мной Важно Как разминка Как разминка Как разминка Как разминка В роли команды Которая ведет два очка Зениту Сейчас счет 9-7 Плюс Спартака Сейчас только разминка В первые двух столетия Сейчас сам и пойдет Разогрев Ты пока спокойно воспринимаешь Аккуратно У нас миша Позиция такая Что нам надо Спокойно воспринимать Тогда раунд второй Начинает Спартак Итак Сейчас Игрока Спартака Вопрос Кто из этих тренеров Выигрывал Лигу чемпионов Больше остальных Четыре варианта Ответа Карло Анчелоти Пеп Гвардиола Жозе Муриньо Или Висенте Дель Боске Что ли Анчелоти Или Гвардиола Скорее всего Анчелоти Он с кем Он выиграл с Интером Он выиграл Артем, Андрей Ваш ответ С Реалом выиграл Муриньо есть Давай там Муриньо Да Ответ неверный Зенит Ваш вариант Давайте Анчелоти Анчелоти Какой вариант Анчелоти 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 Да И это правильный ответ Карло Анчелоти Выигрывал Лигу Чемпионов Три раза Два раза с Миланом И один раз с Мадридским Реалом Теперь вопрос с Зениту Теперь вопрос с Зениту Назовите лучшего ассистента За всю историю Лиги Чемпионов Уэфа Четыре варианта Это Иньеста Это Криштиану Роналду Это Фаврегас Или Хави Давайте я пошел Вы без меня поиграете Отличаетесь Я думаю Иньеста Иньеста Давай Иньеста Я думаю Иньеста Андреас Иньеста Ваш ответ И этот ответ Неправильный Коскартаку Или Фаврегас Или Хави Я вот читал Что-то сегодня Новости какие-то Сегодня Лучше от Систем Читать умеешь Ну да Там что-то Какой ответ был Хави Ответ Спартака Хави Ответ неправильный Ответ неправильный Правильный ответ Криштиану Роналду Это очко не разыграно А теперь вопрос Спартаку Отвечает первым Спартак Назовите футболиста Который последним Сделал хет-рик В финальной стадии Чемпионатов Европы Давид Вилья Криштиану Роналду Лионель Месси Или Харри Кейн Отвечает Спартак Ну Месси точно Не мог где-то Кейн по-моему На Евро не забивал Артем Давай Отвечай Давай Криш Пускай Криш будет Не Вилья Криштиану Роналду Это неправильный ответ Переход Как неправильный Вилья играл Последний Михаил Вы готовы На ответ И Александр Да Месси скажи Кирш Где Коля Не значит Ты думаешь Раздел хет-рик Кейн Они кого-то обыгрывали Там Итак Вилья Давай Вилья Давай Вилья Месси Или Кейн Давай Вилья 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 Это правильный ответ Хет-рик Бородов Ворона России Был Итак Вопрос Для Зенита Отвечает Первый Зенит Этот игрок Самый возрастной Автор гола В Лиге Чемпионов Уэфа Гол был забит Ворота ЦСКА В Москве 25 ноября 2014 года Райан Гикс Паоло Мальдини Франческо Тотти Либо Сергей Игнашевич Райан Гикс Это ответ Неправильный Это не Райан Гикс С подвохом Это либо Игнаш Забил Чего-то мне кажется Это Игнаш Яичный Я не знаю Я могу ошибаться Сам себе забил что-ли? Мне кажется Что это вопрос С подвохом И это Неправильный ответ Это тоже Неправильный ответ Он после нашего интервью Посмотрит Скажет Зачем Райан Гикс Я же тебе сказал Райан Гикс Игра Я думал что с подвохом Вопрос задал Теперь отвечает Первый Спартак Кто из этих Футболистов Является лидером По количеству Сыгранных матчей За карьеру свою В чемпионатах России Итак Четыре варианта Сергей Семак Сергей Игнашевич Игорь Семшов Или Егор Титов Отвечает Московский Спартак Где-то тут Говорит Ваш вариант Игнашевич Да я думаю Богданович По-моему Он обогнал Это правильный ответ Сергей Игнашевич Это правильный ответ И Спартак Выходит вперед Врывается Следующий вопрос Для Зенита Отвечает Первый Зенит Тоже про Игнашевича Внимание Нет Сейчас здесь не будет Игнашевич Какая из этих Компаний Компаний Не является Не является Официальным спонсором Турнира Лига Чемпионов Уэфа Четыре варианта Сантандер Банк Сантандер Мастеркард Ниссан Или Диэчелль Мне кажется Или банк Или Диэчелль Сантандер Мастеркард Ниссан Ильдичок Ребят Ну вы играли Вы играете в Лиге Чемпионов Мастеркард Ниссан Сто процентов Вы на счеты Ва не обращаете На счеты Когда вы ходите На разминку Да Только мы же на это и смотрим Мы же выходим Только на это смотрим А куда тебя там трясет Куда ты там смотришь Только щиты видишь Саш Нет, ты пока думай Что отвечать будем Они сейчас осекутся Диэчел Я тоже Диэчел Диэчел Я не видел Диэчел Да И это правильно ответ Это правильно Абсолютно ответ Я просто умнал Ты являешься спонсором Лиги Чемпионов А Мастеркард Ниссан И Сантандер Собственно Партнеры и спонсоры Лиги Чемпионов Уэфа Теперь проверим Как знают игроки Спартака Правила футбола Очень мне любопытно Итак Ситуация После удара Мяч лопается И деформируется Но залетает в ворота Какое решение принимает арбитр? Он Засчитывает гол Назначает свободный удар Назначает угловой Не засчитает гол Попросит пробить пенальти Гол должен быть тогда чем Я думаю, что гол Если никаких там нет Мы же за головой Друзья Ну вы-то Вы-то игроки Московского Спартака Ну как же вы не знаете правила Это неправильный ответ Таких ситуаций у нас не было Нобель Ты, конечно, меня извини Я не знаю Еще были ли такие ситуации? Свободный, мне кажется Свободный, мне кажется Свободный, да С места где-то И это правильный ответ Это правильный ответ Это, конечно, арбитр Назначает свободный удар Если бы я отвечал первым Я бы подумал, что гол засчитается А, то есть вы тоже не знаете правила игры в футбол? Я пошутил Мне так не будет Так, идем дальше Вопрос Зениту Как поступит футбольный судья Если мяч После вбрасывания игроком аута Никого не коснувшись Влетает в собственные ворота Четыре варианта Назначит переброс аута Назначит угловой Назначит удар от ворот Или засчитает гол Я помню курьезные голы Когда воротарь бросали мячик Это еще полно Извинит Вы сейчас одно очко Уведете у Спартака У вас есть шанс Вырваться Гол, гол Серьезно Ее раз Считает гол Вы даете шанс Спартаку Вы даете шанс Спартаку Ответ неправильный В моей команде будет отвечать Ребров Отвечает Артем Ребров Серега Ребров Нобилял Еще раз перебросил Мне грустно Мне грустно Потому что это снова неправильный ответ Он назначит угловой Он назначит угловой арбитр Да, ребят Это тоже придумали Если ты тоже придумывали Вопросы, конечно, придумал А долго готовился там Или кто? Очень, я очень Конечно Мы очень Прошалки даем Мы просто таких артюбок Не допускаем, понимаешь? Я понимаю, что вы топ уровень Топ Теперь отвечает Спартак Следующий вопрос В каком футбольном первенстве Играют такие команды Телепочта Гвардейцы Банк Библиотека Сборный музей Какой это чемпионат? Варианты Это Мальта Это Люксембург Или Фарерские острова Или Ватикан Ну, Ватикан А у них там маленькие Играют там Мальта Мальта И Люксембург Кому-то там Это Припияли Ну, Ватикан Я не знаю Ну, давай Отвечай Новкин, не грызи Ватикан И это Валерий Георгиевич Ну, что вы, Андрей Ну, конечно, у чего лыжника спрашивать Вопросы про Ниссан Ничего полегче будет Интеллигент Мобилити Все верно Пописали Вопросы И вы выходите вперед Андрей Внимание Сейчас Внимание Ты, как человек Который все знаешь Я уверен Правильно Ответишь Отчего Произошло Название Модели Ниссан Кашкай Варианты От названия Сезонных ветров От названия Племени Это фантазия Маркетологов Или название Реки Нет, отвечай Что отвечай Я не знаю Ну, пускай река будет Что там Я сейчас буду гуглить Где я находился Но боюсь А ты уже знаешь ответ Это неправильный ответ Ветра Типа носится Вон там Да, машин Ветра Ответ От названия Сезонных ветров Давай Давай Я вас расстрою Это неправильный ответ Правильный ответ Коллеги Это название Племени Поэтому называется Ниссан Кашкай Следующий вопрос Отвечает Зенит Внимание Опять Зенит Что ли От этого печали В 2017 году Ниссан X-Trail Такая машина Доставил Кубок Лиги Чемпионов На финал В Карде Что необычного Было в этой доставке У автомобиля Не было крыши Автомобиль Был подвешен На тросы И доставлен Вертолетом Автомобилем Управлял Легенда футбола Эдгар Дэвидс Андрей Ещенко Или Эдгар Дэвидс Эдгар Дэвидс С Ещенко Договорились Ничего Автомобиль Просто привез Кубок Обычным Маршрутом Может без крыши А, Юрок Что-то прям с вертолетом Что-то вообще прям жесть Типа В X-Trail Обычно есть крыша А тут без крыши Очень необычно Так, Саша рассуждает Логически Давай первый, может, вариант Вертолетом То, что доставлен Давай Ладно Хорошо, давай Итак, еще раз Какой ваш ответ Вертолет Вертолет То, что его занесли На поле Туда поставили Может быть Автомобиль Был подвешен на тросы И доставлен Вертолетом Ну, может, да Давайте так И это правильный ответ Это абсолютно Правильный ответ Нет, именно Именно вертолетом Был доставлен X-Trail Соответственно И Кубок Чемпионов Вопрос В каком году Состоялось Открытие Завода Ниссан В России Четыре варианта Ответа 2004 2009 2011 Или 98 Мне кажется Где-то так активно Они начали Наверное Уже в десятых Либо 9 Либо 11 Я бы ответил Наверное, 11 На 9 И это Правильный ответ Это правильный ответ И Спартак Потихоньку Потихоньку Ситуацию выпрямляет Кто Являлся Футбольными Аббассадорами Компании Ниссан С 2015 По 2018 Года Ну-ка, ну-ка Итак Вариант А Серфио Агуэро И Гаррет Бэйл Вариант Б Эде Назар И Филиппе Каутиньо Вариант С Уэйн Руни И Златан Ибрагимович И Вариант Д Никто Не было амбассадоров в те времена По-моему, Каутиньо Ер Ну, я честно так вспоминаю Какие рекламы были Ну, давай, да Азар Каутиньо Азар Каутиньо Это не ваш ответ Да, по-моему Да, да, да Нет, это неправильный ответ Это неправильный ответ Артём, Андрей, ваш вариант Агуэро Бэйл Ещё надо доверять Бэйл, Агуэро Да Вы молодцы Это правильный ответ Ещё один вопрос Отвечает Первый Спартак Какая из ниже Перечисленных Технологий Доступна В вашей Любимой машине Ниссан Кашкай В любимой машине Андрея Ещенко Судя по всему Итак, это Адаптивные фары Экстренное Торможение Перед препятствием Камера Кругового обзора Или вариант Д Всё Выше перечисленное Можно звонок другу? Звони Димасику Да, слушайте У вас есть 6 секунд Из них уже 3 точно Я думаю, что всё вместе Всё вместе, дед Всё вместе Пускай дед будет Я согласен Всё это есть Ниссан Кашкай, да? Да Да Это правильный ответ Ниссан Кашкай Автомобиль Где нет Среди Аналогии Итак, какое название В народе получил Ниссан GTR Такой автомобиль Зенит, ваш вариант Пуля Пуля Не, ну типа кличка Пуля Пуля ответ неправильный Спартак Ваш вариант Скайлайн 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 Марк ваш Вы любите голливудское кино? Есть несколько фильмов Фильмов об этом Об этом Чудовище практически Годзилла Я поражен Я поражен Вашим, Михаил Умением Читать мои мысли Не правильно? Мама ли героя В голливудских фильмах? А вы угадали сразу Это Годзилла Кинг-Кон Куча Куча Кого Если мы назвали Годзилла Не, ну это тоже было название Ну Не прикольно Самое первое Это было у него Скайлайн Потом оспорим В КДК Напишем Не переживай Михаил Я в УИФА пишу И в КДК пишу Михаил просто прав И сразу В Лазанна Едем дальше В 1968 году Израильтянин Йосеф Даган Очень расстроился Что повезло болгарам В футбольном матче Ну просто повезло болгарам И придумал именно это новшество Он придумал Через два года Международная организация Это новшество Официально утвердило Правила игры в футбол Что это было за новшество? Я думал, что пенальти, дед Нет? Пенальти тогда придумали Андрей Вас ждет пенальти Пускай пенальти будет, что Мы больше ничего не знаем Сволочь Это абсолютно правильно Он Он придумал пенальти Серию пенальти Я вас поздравляю У нас снова Нереальная интрига, друзья Нереальная интрига Еще одним завершающим раундом У нас Четвертым раунде У нас число Или оплати интернет Уже нормально Приятно Пока небольшое преимущество Команду Спартак Но я уверен, что В четвертом раунде Многое может измениться Ну и Еще раз отмечу У нас интеллектуальная Узвлекательная игра Ну и скажу о том, что Мы играем в компанию Nissan Но компания Nissan С 2014 года Является официальным партнером Самого престижного футбольного соревнования В мире Лиги чемпионов UEFA Так что спасибо Nissan И за это И за нашу увлекательную игру Итак, раунд четвертый Внимание на экран Назовите фамилию футболиста Игравшего во всех этих клубах Это Это Джибриль Сесе Это Ибрагимович Это Николай Анелька Либо Энди Коу Все клубы Тут клубов очень много Меньше, правда, чем у Андрея Ещенко Но все равно немало Слушай, ну я только на если Анелька, наверное Анелька Да И это Абсолютно правильный ответ Николай Анелька Играл в всех командах Молодец, дед Угадал Отлично Продолжаем И у нас вопрос И отвечает первым Зенит Итак, внимание, Зенит Фрагмент эмблемы Какого клуба представлен Внимание на экран Михаил Александров Дженуа Дженуа Да, да Си, сеньо Итальянская Дженуа И это Абсолютно Правильный ответ Абсолютно Правильный ответ Это, конечно же Клуб Дженуа Итальянский клуб Дженуа Браво, Алекс Браво, Алекс Молодцы пока У вас с этим конкурсом Браво, Рогацы Внимание Чей это стадион? Варианты Лос-Анджелес Гэлэкси Барселона Парис-Сан-Жермен Или Амстердамский Аякс Я думаю, что Не этот Гэлэкси Гэлэкси Лос-Анджелес Калифорния Мэйби Мэйби Перешли на английский Артём Не, ну я сейчас Не везет Когда вот этот метод тыкат Это его Поэтому надо доверяться ему Это ошибка, друзья мои Это ошибка Это, конечно же, не Лос-Анджелес Гэлэкси Это Аякс, Ярох Да, давай Аякс Это правильный ответ Это абсолютно правильный ответ Конечно же, это Амстердамский Аякс, Андрей Это Аякс Угадайте футболиста по татуировкам Тут без вариантов ответа Просто внимание на экран Твоя тема, дед Отвечает Зенит Да, ну Ярох, мне кажется, Златом У него сбоку Вот такие были Вот надписи Это неправильный ответ Это не Аякс, Андрей Брагинович Бельгийс, который Нандалан или Нандгалан Вроме Найнгалан Да, фамилия Найнгалан Раджа Найнгалан Да Я честно шокирован Шокирован, что вы Не знаете правильный ответ Ни вы, ни Зенит Это Павел Мамаев Павел Мамаев И поэтому Этот балл никому не достается Вопрос у Спартака В каком городе Прошел финал Лиги чемпионов УЕФА В 2017 году В 2017 году Это было 3 года назад Город Я вчера не помню, что было Ты говоришь 17-й По-моему, был В прошлом Сейчас в Истамбул Итак, Спартак Ваш ответ У меня есть только Тури Но больше нет Я не знаю Ну, давай его Это неправильный ответ Стадионы бывают большие Зенит Не Мюнхен Не Мюнхен Это неправильный ответ Я вообще не помню, честно Был город Кардик Там играл И Реал И Ювентус Зенит, внимание Команда Из скольких Разных городов Хотя бы Раз Хотя бы один раз Сновилась чемпионом России по футболу Начиная с 92-го года Четыре Ты знаешь, Иерох Михаил Давай четыре Четыре Алания Москва Казань И Питер Четыре И это Абсолютно Верный ответ Москва Санкт-Петербург Казань И Владикавказ Спартак Артем Андрей Какой Из этих клубов Чаще остальных Завоевал серебряные медали По итогам чемпионата России По футболу Серебряные медали Кто? Локомотив кубков По-моему, больше всех набрал А ЦНР Все-таки ЦСКА ЦСКА давай, да Да Ну, конечно Они всегда вторые Первый Это всегда Спартак Зенит Понятно Это не Москва Второй Сигна ЦСКА Поэтому ЦСКА Все нормально Все сходится ЦСКА И это правильный ответ, Артем Ну, видишь Это правильный ответ Теперь отвечает Зенит Наибольшее число побед В Лиге И Кубке Чемпионов У Мадридского Реала Их 13 Вы в курсе, надеюсь А кто на втором месте По количеству побед В этом турнире Давай Милан Милан, по-моему Милан Милан Нобелевая любимая команда Милан, наверное Ответ Милан И он абсолютно верный Конечно Легендар Милан Вы понимали Вопросы в пятом раунде От болельщиков За них также дается один балл Тут все просто Итак Каким командным видом спорта Профессионально занималась Мать Килиана Мбаппе Это вопрос от Владимира Владимир Черный Из Вконтакте Футбол 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 Это неправильный ответ Это неправильный ответ Спартак У вас есть шанс сравнять счет Давайте Такую возможность выпустить нельзя Есть Или гандбол Или баскетбол Я склоняюсь к гандболу Гандбол 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 Гандбол, да Абсолютно верно Она была Профессиональной гандболисткой Вы сравниваете счет И последний вопрос Да нет Да ну Они специально сдали Кем-то вы сравняю Чтобы сделать это Кто выиграл Чемпионат мира по футболу В тридцать четвертом году Это вопрос от Жени Семашкина С новой из Вконтакте Есть Меня уругой Я не знаю Ну пускай будет Ответ принят Это легкий Это ответ неправильный Спокойный Если мы сейчас не угадаем Мы не проиграем Нячейка будет Нет, видишь Они ничей даже радоваться Ну Зенит Это было неплохо Михаил, Александр Ваш ответ Давай Мексика Мексика Я не знаю Откуда такой Любовь вас к Мексике Михаил Вы видимо Любите отдыхать Это был парнер Да Канкун вам Очень приятен Но Мексика Никогда не была В истории Чемпиона мира Никогда Этого не было Никогда Поэтому Мексика Это неправильный ответ Друзья мои Чемпионом мира В 34-м году Была команда Италии Итак Наш матч Завершен И ничья 18 18 Договорняк Браво, ребята Вы все молодцы Это было супер Май Это Особый месяц Потому что С точки зрения Спартака Зенита И компании Ниссан Потому что в мае Этого года Исполняется 5 лет Как компания Ниссан Стала партнером Футбольных клубов Зенит И Спартак Москва И впервые За эти 5 лет Свела 2 клуба В одной активации Так что мы стали Участником Абсолютно Уникального проекта С чем я вас поздравляю А пока Спасибо большое Компании Ниссан За такую увлекательную Возможность Провести Так приятно Это время Ребятушки Спасибо вам За встречу Спасибо Спасибо за вопросы Спасибо Ребят Это была наша игра С компанией Ниссан До скорых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok